здравствуйте екатерина пока подождем чуть-чуть на надеюсь что сейчас не будет связь на что прохли ночью гастропротекторы у нас основные виды показания обзора гастропротекторы значит ну мы знаем что организм у нас нуждается дополнительной защите и некоторые заболевания органов желудочно-кишечного тракта они снижают устойчивость к повреждающим факторам чтобы восстановить допустим слизистую желудочно-кишечного тракта используют гастропротектором это лекарство которое способствует регенерации внутренних оболочек органов значит препараты собой представляют собой вяжущие слизистые оболакивающие средства они облегчают полевые спазмы оболакивают слизистую и защищает ее от воздействия на агрессивное воздействие желудочно-сока механизм действия значит в жидкостях которые продуцируются над железами органов пищеварения содержится ферменты и кислоты вещества эти в некоторых случаях могут провоцировать раздражение слизистой оболочки кишечника и желудка и чаще всего приводит это ослабление защитных свойств гастропротекторов которые ослабли за счет неправильного питания долгое голодание наоборот переедание либо нерегулярное кормление также какие-то бактериальные заболевания интоксикации и даже сильный стресс может быть и для того чтобы помочь восстановиться значит используют эти вот защитные защитников гастропротекторов значит благодаря этим препаратам создают защитную пленку создаются защитная пленка на внутренней поверхности органа и препараты некоторые могут устранять микротравмы да и способствует регенерации например в комплексе с другими препаратами гастропротекторы можно применять для лечения гастрита язвенных поражений слизистых вот и после каких-либо отравлений например в классификации гастропротекторов можно выделить пять групп это первое пленкообразующие к ним относятся препараты бисмута вторые это обволакивающие и абсорбирующие символдрат к ним относятся цитопротекторы мезопростол стимуляторы регенерации это биогенные стимуляторы метилурацил и активации активаторы секреции слизи это растительные препараты кармакологические свойства значит препараты которые обладают гастропротектор гастропротекторным действием относят препараты которые снижают влияние агрессивных факторов на слизистую желудка и 12-перстной кишки значит их эффективность достигается за счет нескольких механизмов первое это повышение резистентности слизистого эпителия к внешним воздействиям второе это увеличение секреции слизи третье изменение химических и физических свойств слизи повышение резистентности слизи кислотно-ферментной агрессии и рост устойчивости капиллярности и также улучшение кровоснабжения тканей также стимуляция регенеративных процессов и механическая защита к пленко образующим средствам значит это препараты коллоидом висмута после того как они попали в желудок они образуют гликопротеин висмутовый комплекс который концентрируется в области дефектов слизистой значит формируется прочный защитный барьер он препятствует важнейшему развитию повреждения и также ускоряет заживление слизистой при во время лечения гастрита и язвенных болезнях ну как бы может произойти облетающие действия висмута значит к ним относится сугральфат это комплексный дисахарид значит в его состав входит алюминий если выдает внутрь то не всасывается в кровь и подать желудок полимеризируется и образует связь со слизистой в области поражения допустим язвы или вырозии и и этот защитный слой может сохраняться до 8 часов значит сугральфат он как бы уменьшает да тормозит ферментную активность желудочного сока до 30 процентов обволакивающие лекарства к ним относится симолдрат значит он нейтрализует избыток кислоты в желудке обладает таким свойственным как абсорбирующая обволакивающая антицидная и протективная когда взаимодействует желудочным соком и соком действующее вещество образует кремнистую кислоту и она уже обеспечивает буферное воздействие образует защитную пленку эффект лечебный у нее длится от двух до четырех часов протекторные препараты мизипростол это синтетический аналог простогландина значит механизм его основан на снижении бородки кислоты у нас да уменьшает он уменьшает пептическую активность желудочного сока также нормализует микроциркуляцию увеличивает секрецию слизи и он предупреждает дальнейшее поражение стенах желудка при воздействии каких-то агрессивных факторов самый большой групп это стимулятор регенерации значит к ним относятся метеороцин дандролом метандин он да салкостерил алое также облепиха масла шиповника значит метеороцин он синтезирует у нас стимулирует синтез белковых молекул устраняя воспалительные процессы в клетках и ускоряет регенерацию нандролом значит стимулирует выпадку белка и способствует заживлению язвенных дефектов он применяется для истощенных пациентов салкостерил это нас биогенный стимулятор и кстати открою тиля да и алое тканевый тест препарат он также к нему можно отнести прополиска махой до общую укрепляющие средства масло шиповника и облепиха это антиоксиданты и также являются витаминами ну и к стимуляторам образования слизи относятся к колесо лодки он содержит большое количество активных компонентов эфирных масел они оказывают противовоспалительные снимают спазм устанавливают действия но и восстанавливают ткани организма показания препараты назначают для лечения и профилактики грастрита эрозивного язвенной болезни рефлюкс визофагита противопоказания противопоказания но это обычные стандартные противопоказания которые в принципе во всех инструкциях одинаковые это почечные случаи допустим допустим выраженной почечной недостаточности когда идет уже непротивные процессы беременность в любом случае это везде противопоказания практически индивидуальная непереносимость препаратом нарушение функции печени также нарушение стула какие-то аллергические реакции которые будут некоторые препараты имеют допустим дополнительные какие-то противопоказания например средства с сукрофатом не применяют при случае если есть непроходимый желудочно-кишечный тракт либо если у нас кровотечение висмутсодержащие препараты не применяют при хронических при хронических воспалительных процессах во внутренних органах хронические запоры и также непроходимость в случае когда применяют висмутсодержащие препараты то можно увидеть допустим изменения цвета калом неспексические какие-то расстройства и могут быть аллергические реакции простолгландины они провоцируют изменение давления диспектические расстройства могут развиваться одышком и брокоспазм антициды они могут провоцировать аллергические реакции и также запор диареи препараты с амепрозолом они могут быть причиной изменения изменения крови и это учитывается если производится забор допустим крови также могут вызывать нарушения с иммунной системой и выделительной сукрофат усиливает боли в ручной полости также в мышцах и суставах и может быть как аллергический переносим тошноту провоцировать слабость также значит необходимо учитывать при назначении гастропротекторов значит способность всасываться в кровь поэтому стоит допустим стоит перерывы делать между приемами лекарства если они несколько назначены также антоциды они влияют на солевой обмен в организме так торговые звания значит их очень много гастропротекторов значит одни из самых таких популярных которые применяются например препараты с висмутом это ДНО гастронорм препараты с сукралфатом к ним относятся сукралфат ДАРМИЦИН ВЕНТР средства с ревыми пидом это у нас мукоген мукаста 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 наверное и препараты с омепрозолом это у нас ГАСИК-10 ЛАРСЕК амепрозол к нему также относятся АМЕС и амепрозол ТАВНИЦИН к антицитам у нас относятся фосфолигель он у нас применяется вовнутрь альмагель суспензия молокс ГАСТАЛ ГАСТАЛ в таблетках препараты свист они очень хорошо действуют на желудок и двенадцатиперстную кишку способствуют выделению и сгущению слизи обволакивают активируют процессы роста восстановления эпителия также они обладают бактерицидным действием в отношении бактерий хеликобактер хилорин и способствуют заживлению и восстановлению значит по составу препараты висмута можно значит на препараты которые включают только висмут с малым добавлением вспомогать на какие-то вещества и второе это которые помимо висмута также имеют другие какие-то компоненты натурального происхождения значит также их различают по типу приемы приемы например дынок применяется перед едой а векаир после еды также есть лекарства которые применяются например для лечения только повреждения ткани желудочно-кишечного тракта это в случае гастритов либо язв и также для других заболеваний которые не сопровождаются нарушением целостности желудочно-кишечного тракта это например синдром раздраженного кишечника значит их различают в зависимости от количества отключения из таблетков да по миллиграмму от трехсот четырех до 110 ну и они соответственно имеют там по инструкции нужно читать разную степеню воздействия и противопоказаний Сукральфат Это алюминиевый комплекс Гастропротекторный препарат Он означается при снижении Функции органов Желудочно-кишечного тракта Которые развиваются на фоне какой-либо Каталогии Эффективен В комплексной Комбинированной терапии И можно применять как отдельно В монотерапии Является протекторным средством Для слизистой оболочки кишечника Желудка Он не влияет На уровень кислотности Желудочного сока Либо частично Какие-то побочные действия Особо не опыта не оказывает Бываются почками И в результате Лекарственного действия Образуется защитный слой Который Оказывает защитное действие И предотвращает влияние Желудочно-сока И кислотности Кислотности Происходит быстрое изжимление Язвы желудка Эрозии Снижает Распалительные процессы Если не допустим Легкой степени Либо средней Также можно его применять Как профилактическое средство От рецидивов Язвы Допустим Желудка Кишечника Либо Мицин Значит Либо Мицин Он улучшает У нас защитные свойства Слизистые оболочки Желудка Кишечника Пищевода Стимулирует Секрецию Муцина Является Производным Хинолинов Также Гастепротектором И эндопротектором Механизм действия Механизм действия Значит Это Лежит Индукция Синтеза Эндогенных Простоугландинов Е2 И ГИ12 Способствует Защите Улучшается Кровоток Желудочно-кишечного Тракта Также Заживление Происходит Его применяют При язвенной болезнях Костит Хронических Эрозиях Также Он Применяется Для того Чтобы предотвратить Какие-то Повреждения Слизистые Если применяются Нестероидные Противоспользованные Препараты То есть Можно его в комплексе Применять Ну Из Противопоказаний Это Непереносимость Компонентов Мепразол Значит Один из Популярных Препаратов Вот Он Образует Оболочку Которую Будет Защищать Желудок Значит Кишечник Ну Сустав Его входит Желатин Диоксидин Титаны И так далее Является Облокатором Ашка АТ фазы Это Вода Водородной Калиевая Аденоазиты Пасфатаза Сокращенные Это Аштамплюс Каплюс И Атапаза Подпоздействием Этого Фермента Атапаза ингибирование водно-водородно-калиевый, адена, дзитропосфатазы. Снижает болезненность, устраняет изжогу, оккупирует приступы тошноты и препараты нормализуют перистальтику. К антоцидам у нас относятся препараты, которые назначаются для нейтрализации кислоты, которые вырабатываются в желудке, также на томатажурке, ввязывая желудок, рефлюкс и сфагитин. Как антоцид сказал. Атоциды позволяют нейтрализовать кислоту, которая находится в желудке, работают в противовес кислотам, нейтрализуют. После того, как он их применяет, то агрессивное действие на желудок снижается, и это уменьшает болезненные ощущения, которые вызываются язвными поражениями. Но мы знаем, что кислота необходима желудку для переваривания пищи, но является у нас кислота едким веществом, но в норме она не разъедает желудочные стенки, так как стенки желудка покрыты специальным слоем, который защищает желудок от воздействия этой кислоты. Но когда слизистая полочка из-за каких-то заболеваний, повреждений, то кислота может попасть на стенки желудка и начинает разъедать их. И в результате этого формируется язва. И она начинает раздражать органы. Вот, в принципе, все. Ну, все. У меня все. Спасибо за внимание уделенное. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...